Подружки, доброе утро. У нас тут ситуация. Обучи ребенка ходить на горшок. Первое, что стоит, конечно же, отметить, у нас появился дома икеевский горшок. Вот впервые прям официально мы съездили в Икею и купили их прекрасный горшок, поскольку в Риге для того, чтобы найти нормальный горшок, на который может сесть ребенок, порядка 15 килограмм, Рэм сейчас, что-то получается, 14 с половиной. Нужно сильно постараться, либо ты покупаешь мной горячо любимый Бэби Берн за 40 евро. Ну, денег я зажала, вы уже знаете, по предыдущим влогам. Ну, и вот здесь можно прекрасно видеть причину, почему я решила все-таки не покупать Бэби Берн, горшочек сюда в Ригу. Просто потому что вот этот маленький вандал по имени Стелла, она просто вот делает совсем вот так. Это, кстати говоря, был наш футбольный мяч, уже его не стало, пока это наш горшок. Ну, я думаю, что в скором будущем он тоже будет немного видоизменен, и нам придется поехать в Икею и купить еще парочку, как минимум, этих горшков. Ай, Стелла, Стелла. Ну. Ну и что это такое? Так, давай безобразие вот этому убираем. Иди сюда, отдай горшок. Горшок отдай. Верни горшок, тебе говорят. Верни горшок, Стелла. Горшок верни. Горшок украли, котенок, разбирайся. Так, верни горшок, тебе говорят. А ну-ка, иди отсюда. В общем, это не для тебя. Это для Ремика. Не для тебя. По итогу я, естественно, не стала тратить такие большие деньги, чтобы наш щенок уничтожил этот несчастный горшок. Короче, купила ему два горшка. Первый, он был низенький, мне показалось, что ему неудобно, просто потому, что там вот даже вот это расстояние, да, когда ты садишься, оно недостаточно высокое и глубокое. И плюс к всему спинки нет. Ну, как-то вот неудобный был этот горшок. А что касается икеевского, ну, он на самом деле очень даже прекрасный, потому что есть спинка. Ну, эту среднюю часть, куда попадает вся красота, она извлекается, ее можно спокойненько помыть. Какие у нас результаты по итогу? По итогу результаты таковы, что мы сегодня добрые там 3-4 минуты сидели на горшке. Ничего ребенок на нем не сделал, но с удовольствием сидел. Как только он с него встал, я надела на него трусики, тут же он пошел в уголок и пописал. Поэтому, короче, все это дело собрала. Сюда принесла на улицу, где мы играем, еще на замену несколько пар трусов, шорты. Надела на него чистые шорты, ну и, короче, каждые, наверное, 20 минут полчаса буду снимать с него штанишки, отправлять его на горшочек и объяснять, что нам нужно пописать, в общем, делать наши дела. Как раз-таки на горшке. Какие результаты по дому из катастроф в связи с тем, что теперь ребенок у меня днем бегает без подгузников? Значит, здесь уже видно, вчера игрался он в своем сухом бассейне с мячиками. Точно так же, только-только посидели мы на горшке, только-только одела чистые штанцы. Ну и, короче, смотрю и слышу, струйка льется. И, значит, прям вот наш сухой бассейн ребенок-то и написал. И, следовательно, ну, как бы пришлось его разбирать, все это намывать, чистить и так далее. Какие еще последствия? Ну, на кроватке, на кроватках у нас все вроде нормально, вернее, его кровать и моя кровать. Потому что спит он все-таки в подгузнике. Тут еще, ну, не стоит говорить о том, чтобы ребенка укладывать на ночь без подгуза. Но, в общем, и в целом, короче, хожу за ним, подтираю и очень сильно переживаю, чтобы он не надул на моем кровати. Потому что это вот прям ужасно. И второе, что для меня, как для мамы, особенно беременной, у которой вот с чувством обоняния вот все вот так вот обострено, для меня самое ужасное, когда он какает просто в штаны. Значит, он забегает в ванную комнату, где стоит его горшочек, и начинает стягивать, значит, свои шорты и смотреть на письку. Я думаю, ну, вот оно, счастье, вот оно уже. Я быстренько его, давай, ты хочешь на горшочек? Он мне машет, да, кивает головой, хочу. Я говорю, замечательно, давай быстренько, быстренько снимаем шорты. И я эти шорты как стянула, но они такие, легко снимающиеся. Короче, там оказалось сзади навалено целая куча какашек. И, в общем, эти какашки все разлетелись по ковру белому в ванной комнате, по полу. В общем, руки, ноги, все в говне. И я поняла, что окей, ладно. Просто ребенок хотел снять штаны, потому что он в них покакал. Ну, и я, конечно же, с рвотным рефлексом стала все это дело убирать. И так как в Риге у нас, в принципе, с вещеварением все вообще замечательно, человек впервые в жизни ходит каждый день, причем ходит как бегемот. Это, наверное, часть процесса, ничего не поделаешь, поэтому надо будет мне пережить. Ну вот. В общем, ежедневно будем сейчас садиться на горшок. Горшок все время у нас стоит на видном месте. Хотя, что я еще заметила из таких вот новых штук у него, когда он какает вот в подгузнике, он удаляется, и он хочет уединиться. То есть он убегает в другую комнату. Если я понимаю, что он резко убежал и как-то затих, это не означает, что он делает какие-то пакости, глупости и так далее. На самом деле, скорее всего, ребенок просто какает. И когда я захожу в комнату проверить, что он там делает и как у него дела, он начинает вертеть головой, начинает отмахиваться руками и как бы меня выпроваживать и говорить, все, мама, иди отсюда, я вот как. Я понимаю, что он в уголку, он как бы вот прям в уголочек забивается, ручками опирается о стенку или вот, ну, где он там в тот момент стоит, и, значит, делает свои дела. Вот. И это свидетельствует о том, что у ребенка появилось желание и нужда уединиться. И вот этот процесс, он понимает, что он все-таки такой. Для него одного, и зрители ему в целом не нужны. Поэтому пока мы с ним вдвоем... Рэм, нет, нельзя, нельзя сюда. Видишь, огородка здесь у нас поставлена, видишь ограждение? Оно специально поставлено, чтобы ты туда не лез. Это означает, стоп, и туда мы не залезаем, понял? Потому что мы туда плавать второй раз не хотим. Давай, иди. Сюда нельзя. Короче, пока мы с ним вдвоем в доме, то я, конечно же, этот горшок выставляю на улицу, и в целом он и в комнате может стоять. Один в ванной комнате, другой в гостиной. Но если там мама приезжает домой, или у нас гости, то, конечно же, эти горшки я убираю, и они исключительно стоят в ванной комнате, и ребенок... Эй, только что объяснила. Еще раз. Нельзя, Рэм, туда мы не заходим. Давай, выходи, иди. Если у нас есть публика, то горшки убираются, и этот процесс, он просто у нас вот такой интимный, приватный, и зрителей мы на процесс не приглашаем. Так что вот так вот, подружки, вот такие вот новости у нас с горшком. Всех это очень сильно интересует. Я прям удивилась, что в директе, в инстаграме, на ютубе, или когда я предлагаю там задать вопросы, очень многие спрашивают по поводу горшка. И очень многие вот прям парятся по этому поводу, почему мой ребенок не ходит на горшок. Ку-ку, ку-ку, привет, ку-ку, ку-ку. Ну, в общем, те мамочки, которые тоже обучают малышей, конечно же, это интересная тема, и все пытаются найти максимум информации, максимум техник, которые помогают ребенку лучше и быстрее научиться ходить на этот горшок. Ну, и поэтому, собственно, сегодня вам рассказываю о том, как у нас с этим дела. Буду потихонечку показывать вам наш процесс, как мы ходим на этот горшок, и, в общем, какие еще там мои техники, книги, игрушки, может быть, там, что у нас еще есть. Это я все вам покажу, что я еще пытаюсь использовать, ребенку показывать, объяснять. Ну, и, следовательно, как мы учимся. Да? Ну, конечно, для меня самое важное, чтобы он научился ходить на этот горшок как можно быстрее. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 обучать ребенка ходить на горшок именно когда тепло. Во-первых, это удобнее. Нет рисков простуды, заболевания ребенка, потому что зимой, сами понимаете, на улицу как бы без подгузника и не выйдешь. И там, ну, даже если кто-то решит выйти, то переодеть ребенка, ну, как бы, извините, зимой на улице непонятно как. Вот. И круто, что летом все-таки тепло, и здесь на своей территории мы большую часть дня можем находиться на улице, и ребенок спокойно вот в трусах носится бегает. Конечно, не знаю, как это все проделать в квартире. Я, наверное, из тех женщин, которые, ну, как сказать, ну, блин, я не окей с тем, чтобы была описана, обосрана моя кровать, мебель там и все прочее. Я, конечно, ну, не знаю, может, это неправильно, но, короче, мне вот этим разбираться, конечно, тяжеловато или морально привыкнуть, ну, может, потому что я действительно уже 37, было бы 22, я бы сказала, а, да пофиг. Ну, посал, ну, и ладно, вызову химчистку или еще что-нибудь там подотру. А тут, конечно, я тяжеловато это все воспринимаю. Поэтому, не знаю, расскажите, как у вас с этим всем делом, как вы воспринимаете вот эти последствия всего этого обучения, когда ребенок действительно обделывает в доме все, что вот как бы придется. Как вы на это реагируете, раздражает ли вас это и так далее. Потому что я, например, отчасти, наверное, ну, не то чтобы медлила, а отчасти я понимала, что я буду очень-очень пристально следить за тем, насколько готов мой ребенок, чтобы просто не допускать ситуации, когда я начинаю раздражаться на него. Ну, грубо говоря, если ребенок не готов ходить в туалет, а ты его вот сильно обучаешь, то мне кажется, это просто приводит к тому, что вот на десятый раз, когда он пошел не туда, мимо, мама просто-напросто начинает беситься и начинает орать и на ситуацию, и на ребенка, и, ну, в стрессе все. Поэтому вот мне как-то это хуже. И, следовательно, я максимально долгое время как бы, ну, как бы следила за ребенком и смотрела, готов он или нет. И мне казалось, что он не готов. Сейчас, ну, вполне возможно, что можно пробовать. Особенно, ну, учитывая... Так, котенок, а ну-ка. А что во рту? Дай листик. Спасибо. Салат. Молодец. Особенно учитывая, что вот как бы на подходе второй малыш. И с осенью мы пойдем в садик. Об этом я расскажу в каком-нибудь другом выпуске. Но мы уже все, считай, оформились в садик. И когда второй малыш уже родится, то Рэм пойдет в сад. Вот. В связи с этим, конечно же, ну, поджимает ситуацию. И поэтому, ну, мы, в общем, занимаемся активно вопросом. До этого я понимала, что я вот прям... Мне кажется, мне сильнее морально нужно к этому подготовиться, чем ему. Так что очень интересно, как у вас с этим дела. Одна ли я такая? Е-бобо. Я в очередной раз предложила сходить на горшок. Мне ответили. Да, окей. Подружки! Следующий день! Эти двое там, не знаю, что они там делают, лапзавцы, но, короче, на больших радостях они там решили забуриться. А я сегодня радуюсь немного другому. Короче, следующий день, второй день активно, когда мы ребенка каждые полчаса сажаем на горшочек, рассказываем про все, что нужно с этим горшком делать. И вот сейчас час дня, и ребенок наконец-то за все эти нескончаемые посадки на унитазик свой он в него пописал. Ура! Е-э-э! Ты вот прям победитель. Все. Мать счастлива довольно безгранична. Первый раз сам пописал в горшочек. Так, подруги, фест форвард у нас с вами в будущее. Сегодня третий день обучения ребенка ходить на горшок. Какие наши результаты? Значит, первое, в нашем доме появились вот такие вот замечательные, красивые, прекрасные декорации в виде пеленок, тряпок, полотенец и прочих вот таких прелестей, которыми я застелила свою мебель, чтобы она не была испорчена, чтобы мне не нужно было сейчас заниматься химчисткой и прочими задачами, поскольку ребенок в основном сейчас уже ходит в трусиках. То есть я сняла с него подгузник, и ребенок ходит в трусиках, пока он не спит. Только на дневной, ночной сон я одеваю на него подгузники. Значит, наш результат. Сегодня третий день нашего обучения. Значит, первый день. Ребенок высаживался на горшок каждые 20-30 минут и не сходил на горшок ни разу. То есть он не сделал свои дела ни разу. Естественно, я его не ругала, ничего, не хочешь, не надо, все, одеваем обратно и досведусь. Все дела он делал свои трусы. Второй день. Он сходил на горшок всего один раз. И вот когда он сходил на горшок один раз и сделал пи-пи, я вот прям там хлопала, радовалась. Господи, у меня был полный восторг, и ему, очевидно, естественно, это сильно понравилось. Сегодня третий день, и ребенок ходил на горшок, опять же, каждые 20-30 минут и писал каждый раз. То есть ни разу он не подписывал в трусы, он писал на горшок каждый раз, когда я его высаживала. Что касается горшка. Вот у нас вот такая вот картинка. Прошу прощения за, ну, собственно, вот эту. Но любая мама, которая обучает своего ребенка ходить на горшок, ну, скажу честно, для нее, как мне кажется, это самая красивая картинка, которая может быть, потому что в горшке есть результат трудов. Значит, ребенок сходил на горшок. Короче, только что высаживала ребенка в очередной раз, и он пописал, но я поняла разницу в горшках. Такой обычный, достаточно дешевый горшок, но не дешевле икеевского, этот стоил, по-моему, 11 евро, это крайне неудобный горшок. Для ребенка, который 14,5 килограмм, вот это мой ребенок, он очень маленький. То есть это вот первый горшочек, который, может быть, можно использовать для самых маленьких детей, поскольку вот он сидит, так как вот он может сесть, и все это дело, ну, половину туда, половину сюда, на пол. Поэтому этим горшком пользоваться просто невозможно. И в этом случае, ну, да, наверное, все-таки накладка на унитаз. Что касается икеевского горшка, он очень классный. Я его могу сравнить с Бэйби Берном, и прекрасно мы им пользуемся. Как я уже говорила, здесь в Риге, на нашей вот этой даче, я зажала денег, не купила Бэйби Берн. Плюс ко всему, Стелла грызет этот унитаз постоянно, поэтому, ну, как бы здесь икея. За 4 евро все супер. Я вот прям намерена поехать и купить еще парочку, чтобы поставить вот в ванную, и, собственно, чтобы этот горшок был в доступе все время. Что касается больших дел, и как они, ну, как они все в трусы. То есть я наслаждаюсь тем, что время от времени чую запах и понимаю, что ребенок мой просто весь ниже пояса испачкан. И, конечно, в связи с этим для меня лично, как для мамы, огромная печаль. Потому что вот эти вот прекрасные упаковочки с монстриками, они очень скоро для Рэма, как минимум, в жизни закончатся. Я вот смотрю на свои последние упаковки наших подгузников. Это корейские подгузники Гунву. То есть это наша абсолютная любовь. И я понимаю, что все. Очень скоро мы с вами будем прощаться просто потому, что ребенок, он, ну, уже самостоятельно будет ходить в туалет. Конечно же, если говорить о сне дневном-ночном, ну, на дневном точно, я думаю, что одевать эти подгузники я буду на ребенка еще достаточно долгое время. Ну, не знаю. Я вот даю нам время до трех лет. Будем смотреть, как дело пойдет. Но, по крайней мере, вот я даю время до трех лет спокойно, без спешки. Так, чтобы мы, в общем, никто не нервничал в доме по этому поводу. Тем более, что этими подгузниками мы действительно довольны. Пользуемся уже давно. Они гипоаллергенные. Что самое крутое, держат до 12 часов. В нашем случае того и больше. И сейчас, когда я ребенка высаживаю на горшок до сна, то на самом деле подгузник, он утром более сухой, чем обычно. Чего тебе надо, присесть своими книжками? Подгузник более сухой, чем обычно. Это тоже радует. То есть расход подгузников намного меньше. Рисков того, что постель будет мокрая или, ну, не знаю, там, подгузник будет супер мокрым, вот если ребенок долго спит, тоже меньше. И, следовательно, ну, как бы все более счастливы. Кто это? Где зеленый монстрик? Вот зеленый, розовый. А где оранжевый? Да, это оранжевый монстрик, да? И розовый, смотри, с одним глазом. И малыш, да? Скоро у нас будет малыш. Да, котенок? Да! Да! Это точно бутик. Смотри, класс? Ну, что, зайка? Это монстрик с одним глазиком, розовый. Да, у него зубки тоже есть. У этого монстрика тоже есть зубки и два глазика, смотри, да? А у этого монстрика рожки. А у этого монстрика смешная прическа. Да! А у этого один глазик, рожки. А у этого еще более смешные глазки. И он пушистый, да? Монстрик пушистый. Ты тоже мой пушистый монстрик. И вкратце по поводу техник, которые я использую. Я здесь, наверху, оставлю линк на видеоролик первоначальный, в котором я говорила, как я планирую обучать ребенку горшку и какие инструменты я использую. Там, в принципе, все указано. За маленькими, наверное, исключениями мы всем этим пользуемся. Но самое главное, когда ребенок просыпается с самого утра, я сразу его высаживаю на горшочек. Вот сегодня он пописал утром. Потом я в течение дня стараюсь ребенку давать больше питья. То есть, ну, давать ему водичку. Обычно он пьет воду. Но я чуть-чуть сока добавляю, чтобы ему было вкуснее и был больше стимул пить. Таким образом, чтобы он больше хотел ходить в туалет. Ну и плюс ко всему, в жаркое время это, конечно же, хорошо для организма малыша, что он пьет. А потом высаживаю на горшок его каждые 20-30 минут. Об этом не забываю. Вот это, конечно, ну, самое такое, наверное, не забыть. И действительно ребенка высаживать. Что очень важно. Стараюсь быть очень спокойной. И когда ребенок, например, там первый-второй день садился на горшок и ничего не делал, или когда писал в штаны, и когда сейчас он ходит по большому в свои трусики, я не психую, не ору, не ругаю. Ну, получилось-получилось, и ладно, и все нормально. Чего там, собачка? Да, собачка. Что самое важное, наверное, с точки зрения там отношения ребенка и его спокойствия, это не нервничать его, не ругать, не создавать негативную, какую-то негативную атмосферу вокруг всего этого действия, этого обучения. То есть все должно быть спокойно, позитивно, без напряга, без спешки. То есть действительно, на травмах мы не опаздываем, никуда не спешим. И как бы ребенок, ну, в общем, он не должен чувствовать раздражение мамы. И, конечно же, это касается там вот мебели, которая может быть попорченной, которую придется чистить. Но без этого, наверное, никуда, поскольку тут, ну, вот, дело такое. И, на мой взгляд, здесь, чтобы избежать максимально всех этих стрессов, нужно следить за ребенком и быть уверены, что ребенок готов. И если он не готов, не нужно слушать там всех вот этих умников, которые говорят, о, боже, полтора года еще на горшок не ходят. Нужно просто об этом забывать и откладывать на недельки-две, и потом еще раз проверять и смотреть готовность конкретного вот ребенка обучаться ходить на горшок. Следовательно, поэтому мы и начали так поздно. То есть сейчас ребенку 2 и 3, и вот мы достаточно успешно, спокойно, без стрессов, криков, переживаний, мы начинаем обучаться. Потом есть дополнительные еще ресурсы. То есть мы смотрим разные мультики на тему обучения малышей на горшок, то есть чтобы он видел, что всякие там детки, мишки, кошечки, собачки, все прочие ходят на горшочек. Линки давать не буду на мультики, потому что мы смотрим на английском. Вы просто можете, если даете мультики смотреть ребенку, можете просто набрать обучение ребенка на горшочек, ну и как бы мультик, и там все будет прекрасно показано. Также есть книжечки. Книжки также на эти темы существуют. Вот у нас вот в том видеоролике, который линк я вам дала, там прекрасно я тоже показываю эти книжки, которые есть. Есть также наклейки. Наклейки вот я что-то позабыла, не взяла. Но в целом, если ребенок сильно смышленый, можно на стену повесить, например, табличку, и туда за каждый успешный поход на горшочек, или в принципе, чему бы не учили ребенка, за каждый успешный, как бы успешное выполнение задания, его награждать, давать ему выбирать наклеечку, и он вот клеит свои наклеечки, и вот это тоже такое своеобразная, значит, ну, помощь ему и его награда. Если ребенок вот не хочет сидеть, вот в начале, в самом, когда мы начинали только обучать, ну, вот не эти дни, а вот там еще месяца обратно, он не хотел сидеть на горшке, я вот там у горшочка оставляла книжечки, игрушки, чтобы ему было интереснее. Да, это волчок. У-у-у! А-у-у! А-у-у! Да, волк говорит. А-у-у! Ну вот, это позволяет ребенку дольше сидеть на горшочке. Сейчас этим проблем нет, он сидит прекрасно, то есть игрушки и книги у горшка не нужны. Ему хватает моей похвалы, и ребенок вот прям сам радуется. Да, это волчок, зайка, волчок. Да, давай посмотрим, кто еще тут есть. То есть, Рэму достаточно моей похвалы и моей радости, то есть он ее чувствует, и он как бы сам тоже сильно в радости заводится. Потом на ночь также перед сном я высаживаю на горшок, для того, чтобы и ночной подгузник был менее полным. Ровно то же самое касается и дневного сна. Перед дневным сном я высаживаю на горшочек, потом одеваю подгузник, и все, мы отправляемся спать. Ну, пока вот наши вот эти первые дни обучения такие, будем смотреть, что будет дальше. Буду давать вам отчеты, потому что сейчас важно научить ребенка так, чтобы он сам просился, во-первых, на горшок, и, второе, чтобы и большие дела он тоже делал на горшок. Пока не представляю, как научить его ходить какать на горшок, так что давайте, подруги, в комментариях мне напишите, как вы учили ребенка ходить какать на горшок, и есть ли какая-то разница, учить ходить по маленькому или по большому. Это мне тоже будет сильно-сильно полезно почитать в комментариях. Эй, подруги! Так, у нас сегодня шестой день обучения ребенка горшку. В этом выпуске, наверное, последний наш отчет вам дам. По погоде, кстати, вы видите, наконец-то у нас дождик, пасмурная погода и немного прохладнее, что дико-дико радует. Поэтому мы тут немного освежаемся. Вот, значит, что у нас по результату и по истечению шестого дня? Первое. Ребенок у нас в течение дня до сих пор все время в трусиках. У него нет абсолютно никакого отторжения горшочка, он как бы не протестует, с удовольствием садится. И сейчас уже, например, я делаю так. Когда нужно пойти на горшочек, то есть полчаса прошло, я просто снимаю с него трусики и говорю, все, иди на горшочек, садись, тебе нужно пописать. И он спокойненько бежит и садится на этот горшок. То есть я не отвожу его больше за ручку и не сижу вместе с ним. То есть я вот там занимаюсь какими-то делами и позволяю ему самому сидеть на этом горшочке и, в общем, писать. И каждый раз, когда он садится на горшочек, он писает, делает свои дела, и все супер. Вот за сегодняшний день мы ни разу не прошляпили этого момента. То есть я вот исправно его сажала, и поэтому трусы весь день у нас остаются сухими. Все здорово. Единственное исключение, если они тут со Стеллой играли и садились вот в наш тазик с водой, ну то, естественно, тогда я трусики переодеваю. Но это как бы к горшку не имеет никакого отношения. Потом, значит, что еще? Вот вспоминая видеоролик, на который я дала ссылку, то есть первый видеоролик, в котором я только рассказывала о том, как мы планируем обучать ребенка горшку, я там показывала тренировочные трусики. В этот раз в силу того, что, во-первых, я эти трусики оставила в Санкт-Петербурге, а во-вторых, по-моему, они стали нам сильно маленькие, мы как-то обошлись без тренировочных трусов. И, конечно, это все индивидуально, но посмотрев по моему ребенку, так он, например, себя ведет, когда он сходит покакать в трусы или пописать, ему абсолютно все равно. То есть у него нет чувства дискомфорта, и поэтому я думаю, что и тренировочные трусы в этом случае ничем не будут отличаться. Ну, единственное, что они, конечно, больше удержат влагу, и как бы, ну, это только для мамы удобно. Ну, короче, я не стала заморачиваться, и поэтому мы пользуемся обычными трусиками. Что еще? Что касается самого подхода. Посмотрев по своему ребенку, я поняла, что вот такой мягкий подход, когда мы просто одеваем обычные трусики, и я просто каждые 20-30 минут его высаживаю, это нам подходит больше, чем прочие подходы. Ну, например, я знаю, очень широко используется, не знаю, как в России, я у мамочек не спрашивала, но я знаю, за границей широко используется подход, когда ты следишь за ребенком, то есть весь день ты, как ястреб, за ним наблюдаешь. И как только ты видишь, что у него появляются признаки того, что он сейчас будет писать, то есть ты должна понять, как меняется лицо, как меняется там поза ребенка, да, то есть он там напрягается или как-то, в общем, как только ты видишь, что он начинает писать, ты его хватаешь и быстро несешься вместе с ребенком на горшочек. Роман то же самое, когда он начинает какать. Я не знаю, я вот, во-первых, понимаю, что для меня это будет больший стресс, потому что, ну, у меня нет сейчас ресурса, вот весь день вот так вот стоять, смотрите, как вы сейчас тут с камерой, и на него пялиться. Это раз. И второе, мне кажется, что все-таки Рэму это будет очень некомфортно. То есть для него это будет стресс, потому что вот человек хочет писать, он стоит, он там думает о своем, да, ну, как бы готовит организм, напрягается, смотрит там, ну, грубо говоря, на ответственное место. И тут ты подлетаешь, его хватаешь, и он прям, ну, мне кажется, он, ну, минимум испугается, максимум вообще, ну, как бы будет в шоке от того, что происходит, какого фига его хватает. Ну, уже не говоря о том, что вот вся эта струя прекрасного, содержимого мочевого пузыря, она будет разлетаться по всему полу. Короче, мне кажется, что для Рэма это был бы стресс. И поэтому, ну, как-то мы остаемся пока вот с тем методом, который мы выбрали с самого начала. По поводу подгузников, значит, исключением, как я уже говорила, является дневной-ночной сон. Пока со снами, естественно, я не буду разбираться, я не буду убирать подгузник. И исключением являются, конечно же, прогулки, когда мы выезжаем из дома. Ну, то есть в саду, понятно, но когда мы садимся в машину, едем куда-то, то, естественно, я на него надеваю подгузник. Потому что, мне кажется, нужно все постепенно. Мне там девочки писали в Инстаграме, типа, вот, а когда ты на ночь, вот, снимай, постели пеленку. Ну, не знаю, я не из тех, кто будет. Вот все сразу, ходом и вот прям в кучу. Нет, я хочу постепенно, чтобы ребенок привык. То есть первым делом мы его познакомили с концепцией горшка. Он прекрасно на нем сидит. Значит, каждый там полчаса я его высаживаю. Потом следующим шагом я хочу ему объяснить и добиться того, чтобы ребенок просился на этот горшок. Дальше, чтобы он какал на этот горшок и сам на него также ходил, садился. Потом потихонечку, потихонечку мы будем этот подгузник убирать из таких, ну, недалеких и кратких каких-то вылазок и поездок. Потом только дневной сон и потом только ночной сон. И это, мне кажется, ну, как бы вообще спеха у нас нет и торопиться с этим мы не будем. Есть планово отдать в садик, когда родится второй малыш. Но тут мы будем опять уточнять, потому что мы пока еще в Риге, пока мы до этого сада доберемся. И там, ну, в каждом саду свои правила того, должен ли ребенок спать без подгузника или нет. Поэтому это тоже мы будем уточнять. Тем более, что первое время в любом случае у него будет такой мягкий переход. И, как я понимаю, ты отдаешь ребенка там до дневного сна, чтобы он адаптировался, привык. Ну, в общем, как-то так. Если что-то я пропустила или у вас есть там вопросы, пишите в комментариях и в последующих видеороликах на тему обучения ребенка ходить на горшок. Я обязательно отвечу. И тогда уже, ну, по ходу пьесы, в общем, будем разбираться дальше. Вот. А пока на этом все. Желаем доброго дня. И пожелайте нам также удачи, чтобы мы легко, быстро и классно научились ходить на горшок и, в общем, попрощались уже с нашими любимыми подгузниками, к сожалению. Ну что ж, жизнь такая штука. Хорошего всегда по чуть-чуть. Ладно, подруги. Все. Увидимся в следующем видеоролике. На сегодня пока. Субтитры сделал DimaTorzok